После новогодних праздников Музей военно-исторической миниатюры пополнился сразу несколькими экспонатами, которым сразу же нашли место в коллекциях. Среди миниатюр есть как современные, так и изготовленные несколько десятилетий назад. Американские трапперы, сделанные Донецким заводом пластиковых игрушек, еще при Советском Союзе они сделаны, то есть это где-то вот 80-е годы, подаренные нам Дмитрием Кондратьевым, очень интересным человеком. Есть еще рыцари, тоже такой маленький набор, они тоже сделаны где-то в лохматых годах и тоже принесены сюда в подарок. Диораму битвы под Москвой в ноябре 1612 года сотрудники посвятят 800-летию Нижнего Новгорода. Экспозиция почти готова, скоро ее дополнят миниатюры польских солдат. Мы их привезли, их надо еще покрасить, поставить и диорам будет готов. Очень интересно, я их ждал, первый набор русских вышел в 2008 году, а этих вышел только в прошлом. Представляете, какая разница, 10 лет практически разница в выпуске двух серий. Сокровищница пополнилась моделью немецкого гидросамолета, фигурками красноармейцев, ландмейстером Тевтонского ордена и 65-сантиметровым русским богатырем. Несмотря на то, что от своих миниатюрных собратьев она отличается, экспонат уже подтолкнул к нескольким интересным идеям. Я ее увидел, посмотрел, смотрел, как интересно, Илья Муромец. У меня сразу тема следующей уже экспозиции возникла. Тем более этих солдатиков у нас, вообще русских богатырей, достаточное количество. Можно снимать отдельную тему даже про них, рассказать и былинные герои, и настоящие сражения, это и стояние на Угре, и битва на Калке, это Куликовское сражение, это и Сборск, это Молодя, это все что угодно. То есть, есть материал, о котором можно поговорить. В рамках проекта «Весна Победы» 1945 к 9 мая для посетителей соберут диораму штурма Рейхстага. В нее войдет и новый набор бойцов рабочей крестьянской Красной Армии. Гостям также планируют показать документальные и художественные фильмы на тему Великой Отечественной войны. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.